Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Организация здравоохранения 3-4 дня. Как отмечают в ЦБ, ВОЗ не дает жестких рекомендаций о том, что наличные нельзя использовать, но теоретические наличные деньги могут быть каналом передач вирусов. Поэтому россиянам рекомендуют мыть руки и не трогать лицо при использовании наличных денег при расчетах. Аналогичные меры предосторожности следует соблюдать при наборе пин-кода при оплате покупок картой. Некоторые кировские компании, добавлю, просят своих кассиров и бухгалтеров работать с деньгами в перчатках. Программа Экономика. Бизнес стал в два раза больше денег держать в банках, так заметно финансовые вложения организации выросли за 5 лет с 2015-го. По данным Кировстата, сумма по итогам 2019 года – 125 миллиардов рублей. Организации предпочитают размещать свободные деньги на срок до одного года. В течение нескольких лет наблюдалась тенденция роста суммы краткосрочных финансовых вложений. Однако в 2019 году по сравнению с 2018-м было отмечено снижение данного показателя на 16%. Объем долгосрочных финансовых вложений вырос по сравнению с предыдущим годом более чем в два раза, составив 3,5 миллиарда рублей. Экономика. На 101 ФМ. Для малого бизнеса могут еще снизить налоги. С 15 до 7,5% уже снижена ставка по ОСН на этот год для тех, кто торгует обувью и фармпрепаратами и выбрал объект налогообложения доходы минус расходы. Власти это сделали, чтобы не слишком увеличилась нагрузка на них из-за необходимости вводить маркировку и переходить ЕНВД на иную систему налогообложения. Но этой мерой власти могут не ограничиться, рассказал вице-президент ВТПП Андрей Усенко. По словам Усенко, отмена ЕНВД. Затронет до 15 тысяч кировских предпринимателей. В завершение валютах доллар на сегодня 73,89 рубля копеек, евро 82,31 рубля копейка. Ольга Балезина. Новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 ФМ. Новости экономики в Кирове. Новости экономики в Кирове. Хolla theoretка в Кирове. Хармпрепаратração. Новости экономики в ФМ. Редактор Мировщенко Vä palmри